Как только с нового моста убрали ограждение, люди поспешили по нему на другой берег. Долгое время колянам, направляющимся в Мурмаши или Тулому, приходилось делать крюк через Мурманск. Каждый день хожу, два года ждала его. А каждый день вы куда ходите на той стране? В бассейне работаю, а сама с Тулома. Новый мост через Тулому построен по типовому проекту. Он опирается не только на берег, как старый, но и на дно реки. Сваи вбиты в грунт на 20 метров. Специалисты Росавтодора, которые теперь отвечают за объект, обещают, что он простоит минимум полвека. Ему не страшны ни сильные морозы, ни северные ветры. Само пролетное строение стали железобетонные, я уже повторяю, с длиной 190 метров. С железобетонной плитой, с монолитной толщиной 22 метра. Ой, 22 сантиметра. На мосту предусмотрены две полосы движения и две полосы безопасности. С каждого края обустроили пешеходные переходы. Кроме этого, теперь конструкция не имеет ограничений по пропускной способности. Прежде тяжелые фуры не могли ездить здесь через Тулому. Всем дорожникам, строителям, федеральному Росавтодору, нашему подразделению УПРДОРПОЛ, огромное спасибо за эту качественную проведенную работу. Сейчас проедем, проверим. Пешеходное движение по мосту было открыто прямо с утра сегодняшнего дня. Прямо сейчас первая колонна машин открывает автомобильное движение. Уже сейчас ведется работа по изменению расписания общественного транспорта. Старый мост прослужил северянам 67 лет. Разобрали его не сразу. Сначала сдвинули на подпорках на несколько метров. Одновременно с этим начали готовить землю под новой. Работы выполняли по нацпроекту «Безопасные качественные дороги». Мост является частью федеральной дороги Р-21 «Кола». Александра Клепцова, Илья Бояркин, ТВ 21+.